Всем привет! С вами вновь Антон Самогвинов.com В конце года я традиционно сел отсматривать то, что пропустил из игры за этот год И оказалось, что список довольно-таки внушительный Потому что в этом году вышло какое-то неприличное количество инди Самого-самого разного и очень-очень талантливого Причем о некоторых играх говорят как об играх года наряду с Ведьмаком 3 и Fallout Что, как мне кажется, показательным Тем не менее, делать отдельный сюжет про эти игры у меня как-то рука не поднимается В связи с чем возникла идея сделать ряд роликов с более короткими рассказами, чем обычно Про самые интересные не AAA проекты этого года Первая игра, о которой стоит рассказать в таком вот ключе Это, конечно же, Rocket League Которую я, ну, честно признаться, летом абсолютно проморгал Когда она вышла и познакомился с ней, ну, в общем-то, когда весь остальной мир стал шуметь Если кто не знает, игра оставалась в тени Пока ее не сделали бесплатной в рамках программы PSN Plus Ну, у Sony есть, да, премиальная подписка И ее обмладатели каждый месяц получают бесплатные игры И вот когда миллионы пользователей PSN вдруг получили Rocket League И попробовали ее Игра стала главным хитом в мире Что потом уже постфактум увеличена очень сильная ее продажа То есть практически YouTube ломился вообще от стримов, от роликов смешных Ох, ш** Они ф***** там! Ну что же делать, ну? Ну давай туда! О, б***** И получился очень, мне кажется, вдохновляющий для инди-разработчиков кейс Когда маленькая команда, которая выпускала уже вторую похожую игру И никак не могла сделать ее популярной С помощью такого вот бесплатного продвижения В итоге, да, постэффектом заработали 50 миллионов долларов И вообще, конечно, это открыло двери для многих инди И важность вообще выхода инди на консолях Собственно, сама Sony начала активно заигрывать с инди-разработчиками И в этом году вышли там прошлогодние хиты вроде Talos Principle и Venison of It and Carter Вообще сейчас можно увидеть, что вот ландшафт консольного гейминга, он меняется Что цифровые магазины и тот же PSN во многом забиты практически цифровым контентом Становятся такой супер важной площадкой для инди-игр Если Steam это такой гигантский адский мавильный котел В который просто ежедневно скидывается миллион игр То на консолях, да, ну вот идет такая выборка лучшего из этого всего И более того, сами разработчики попадают под прицелом больших игроков рынка Да, тех же платформодержателей И они уже начинают заказывать им эксклюзивные игры Что мы, собственно, и наблюдали в этом году Ну а Rocket League это безумно фановая, простая очень по концепции Но глубокая игра, в которой реактивные машинки пинают по полю огромный гигантский мяч Про эту игру отдельно рассказывать лично я не видел смысла Несмотря на то, что при первом запуске провел в ней 6 с лишним часов Он не мог оторваться, там немедленно разрекламировал ее всем друзьям Это безумно фановая игра, в которую очень сложно научиться Вот я даже жалею, что поздно познакомился с ней Потому что все вокруг уже играют на каком-то безумном уровне Но тем не менее, это игра, которую хочется изучать Хочется учиться в нее играть И она очень простая по концепции Но дико глубокая и сложная по геймплею И, видимо, в этом ее и секрет То, что она пленила столько игроков в свои объятия И не отпускала на протяжении всего этого года И если вы посмотрите, да, там сейчас многие подводят итоги года Да, какая лучшая игра года Очень многие издания ставят ее на неприлично высокие места Я людей могу понять Это действительно по геймплею, наверное, одна из самых фановых игр этого года Если вы еще не ознакомились, вот крайне рекомендую Ну а значение для индустрии реально огромное Это такая вот успешная история Которую будут изучать, анализировать вот наравне там с World of Tanks Ну и возвращаясь к инвестициям в инди Буквально на днях прошел Everybody's Guns to Rapture Или по-русски хроники последних дней Это тоже довольно интересная инди-история Про разработчиков из Chinese Room Начинали, да, там свою карьеру с модов для Half-Life Сначала вот у них, собственно, и D-Restor был в виде мода Потом они сделали хоррор Потом еще несколько модов для Doom 3 в том числе А потом вот доросли до первой игры Собственно, для начала они превратились с помощью Valve в D-Restor В полноценный проект на Source Позже их наняли Frictional Games Небезызвестные разработчики Penumbra и Amnesia Чтобы сделать, собственно, вторую Amnesia Пока они занимаются Сомой А после этого студия оказалась в свободном плавании И, как они говорят, очень боялись, что Everybody's Guns to Rapture Не сможет собрать никаких денег на Kickstarter И пропичили ее вот к Sony Которая как раз искала талантливых инди-разработчиков И вот Santa Monica Studio решили их спродюсировать Игра стала PSN-эксклюзивом Собственно, хроники последних дней 100% жанровая игра Этот жанр еще называют симулятор ходьбы То есть это абсолютно такое созерцательное приключение В котором вы бродите, наслаждаетесь красивыми видами И наблюдаете за развитием истории, которая уже случилась Ну, собственно, как и в D-Restor и Vanishing of Ethan Carter Это все очень похожие игры Со своими достоинствами и недостатками Из достоинств, в первую очередь, это музыка Джессики Карри Которая композитор всех игр Chinese Room В данном случае она еще и режиссер игры Она творит на экране совершенно волшебную магию Единственное, вот, ну, по геймплею в этой игре совсем ничего не надо делать Если там Vanishing of Ethan Carter и еще хоть что-то было Были какие-то гоноломки, загадки То здесь совсем 100% созерцательное зрелище Такая, по сути, театральная постановка Вы бродите, наслаждаетесь видами И слушаете диалоги уже умерших персонажей И, конечно же, это такая красивая short story Трагическая, с не очень понятным финалом Мы его вот даже на стриме обсуждали Все, 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 я иду Но если ты видишь Лиззи Скажи мне, что уйти, там еще есть время Пожалуйста, Фрэнк Для нее, а не для меня Если ты так любишься, то ты можешь спасать ее себе Не понимаешь? Я должен остаться Кто-то должен быть здесь, чтобы подтвердить, что все остальные В целом, не лучшая игра жанра Культовый, как Дирестер, наверное, не станет Но в остальном, любителям можно посоветовать И, кстати, когда пройдете, напишите мне, как поняли сюжет Потому что мы до конца совместными усилиями все не разобрали Требуется дополнительное явно прохождение Чего я делать не буду По этой же причине не люблю слишком уж арт-хаусное кино Когда, мол, да, при, что имел в виду автор Ну и, собственно, третья такая знаковая инди-игра за последнее время Это, конечно же, Сома от Frictional Games Пока ребята из Chinese Room делали вторую амнезию Потом вот свои хроники Frictional Games, они вваяли свое новое слово в жанре Приключенческих и хоррор-игр Которая называется Сома И вот я до того, как успел в нее поиграть Мне уже все уши прожужжали Насколько это круто, что это там 10 из 10 Мастхэв и чуть ли не игра года Конечно, все эти эпитеты несколько преувеличены Нэнсома Это действительно очень выдающаяся приключенческая игра В которую я всем рекомендую сыграть Это история человека, который попал в автомобильную катастрофу Получил смертельное повреждение мозга И в отчаянии найти лекарства Он отправляется в какую-то не очень понятную клинику Где ему обещают экспериментальное лечение В результате которого он просыпается на некой непонятной Хай-тек sci-fi базе В окружении горы трупов С помощью органики и металлических частей Это несколько напоминает, не знаю, там кинофильм «Вирус» И начинает разбираться с тем, что же произошло А произошло очень и очень многое Если кто-то ever sets their foot here again They're gonna have a hell of a time getting a rock Для начала шоком становится то, что ты находишься в будущем Во-вторых, не в космосе Как тебе кажется сначала на подводной базе Некой Внутри которой ходят непонятные роботизированные создания Более того, считающие себя людьми В общем история с Сомми Очень-очень интересная Оторваться от игры очень сложно То есть по геймплею Это в принципе напоминает предыдущие работы разработчиков Это очень такой атмосферный хоррор В котором ты ничего не можешь сделать против своих противников Они могут тебя только убить А ты от них можешь только прятаться И устраивать им ловушки При этом тебе нужно очень аккуратно перемещаться Выглядывать из-за угла Ну в общем очень такая жанровая игра Выглядит не супер великолепно Все-таки это инди Но очень цепляет атмосферой И наверное в первую очередь историей Я вот совершенно этого не ожидал Но Сомма тебя захватывает именно развитием сюжета Тебе интересно не столько вот Следовать там окружение И прятаться от противников Сколько разбираться с тем Что же произошло в мире Конкретно на этой станции И как же из этого всего выбраться А выбираться придется довольно долго Ну игра еще по-хорошему удивляет Потому что в ней как-то очень мало схематичности Несмотря на то, что ты путешествуешь По разным отсекам до одной большой базы Постоянно тебя что-то удивляет То ты выходишь в открытый океан Чтобы добраться там до чего-нибудь Ты едешь куда-нибудь там на поезде И он конечно же ломается То ты ждешь встречи с каким-нибудь ключевым персонажем Он оказывается вовсе не человеком При этом на каждой локации есть Один грозный враг И он уникальный Он отличается по поведению По тому как он выглядит Что он делает В общем для любителей жанра Абсолютный маст хэв Да, это не триплая игра В ней не потрясающая графика Но цепляет На этом все Спасибо что смотрели Говорите в комментариях Нравится ли вам такой формат освещения инди-игр Я в ближайшее время продолжу рассказывать о том Что пропустил в этом году Ну и конечно же Следующий год тоже обещает интересным быть Уже в первой половине года Мы ждем Да, No Man's Sky Которого все сходят с ума заранее Tomorrow Children Очень такую непонятную игру С советской символикой В начале года появится Shadow of the Beast Ну а в конце Очень хочется надеяться Увидим Wild от Мишели Анселя Ну и вдвойне приятно Что сейчас сезон скидок И можно урвать все эти прекрасные игры По сниженной цене Чего я вам и желаю На этом все Увидимся До скорой встречи Ставьте лайк Если понравился подход Будем тогда продолжать В таком же духе Если нет То нет Ну и впереди у нас приятная часть Это наступление нового года И подведение итогов Кстати В блоге уже открыто голосование Так что заходите И голосуйте За свои любимые проекты Этого года Увидимся Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok